Нам доступно все, что нужно для жизни, доступно благодаря Царству Бога. Но мы должны удалить всевозможные варианты и прийти к тому, что Бог будет не просто нашим жизненным источником, но нашим единственным источником. Мы должны доверять Ему в том, что Он наш единственный источник. Все в Царстве Божьем действует по вере, а вера действует по любви. Поэтому очень важно, чтобы мы имели характер и развивали веру. Чтобы видеть результаты в своей жизни. Давайте начнем с 25 стиха. Это говорит Иисус. Матфея, 6 глава. Он говорит о тревогах и волнениях. Итак, 25 стих. «Посему говорю вам, не заботитесь для души вашей, что вам есть и что пить, и не для тела вашего, что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш небесный питает их. Вы, не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде, что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. «Если же траву, полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми пачи вас, маловеры». Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники. «И потому что Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божьего и правды Его, и это все приложится вам». Прочитаем из расширенного перевода. «Ищите, нацеливайтесь, жаждите, во-первых, всего Его Царства и Его праведности, Его путей, как быть правым и поступать право. И тогда все эти вещи будут даны вам». Итак, перед нами снова выбор. Мы можем выбрать Божий путь. Можем выбрать мирской. Мы можем действовать под законом смерти или под законом жизни. Дамы и господа, Библия ясно говорит, «Иисус ясно говорит, что все, что нужно вам, нужно и язычникам». Грешники и христиане все еще имеют одинаковые нужды. И то, что вы стали христианином, не означает, что у вас больше нет нужд. Дело в том, какой путь для восполнения нужды вы выбираете. Это вопрос небес. Какой путь вы выбираете для восполнения нужд? Мне кажется, что после всего, что сказано и сделано, когда мы предстанем перед Богом, нам придется дать отчет в том, верили ли мы Богу как источнику нашей жизни или нет. Доверяли ли мы Ему в том, что Он позаботится о нас. Дамы и господа, вам не хотелось бы умереть и уйти с этой планеты, зная, что вы никогда так и не смогли довериться Богу, чтобы Он позаботился о вас. Мы считаем, что попадаем на небо с таким чудесным списком хороших и плохих дел. «Я сделал так много добра». Нет, нет, нет. О грехе уже позаботились. Мы с вами живем по вечному искуплению, которое означает, что в тот день, когда вы родились свыше, вы были запечатлены Духом Святым, и грех не может разрушить эту печать. Ваш духовный человек не может согрешить. Бог позаботился о ваших грехах из прошлого, настоящего и будущего. Вы продолжаете жить в грехе, а вы продолжаете тратить на это свое время. Я буду учить сегодня об этом. Я не говорил бы этого. Я не говорил бы этого просто так. Но мы слишком много времени тратим на осуждение и критику, вместо того, чтобы искать царство. Так что мы имеем право грешить? Конечно, нет. Когда вы начинаете искать царство, вы будете так заняты, что у вас не будет времени ходить по плоти. Вы слышите меня? Жизнь в царстве. Ищите же прежде царство Божье и правды его. И это все приложится вам. Есть путь, чтобы получить исцеление в царстве. Есть путь, чтобы получить восстановление отношений. Есть путь, чтобы восполнить все физические и материальные нужды. Есть путь. Но мы, дамы и господа, должны настроить свой разум на царство, для того, чтобы получить все это. Вы не можете получить плоды и ресурсы царства Божьего с демократическим разумом. Поэтому мы должны обновить свой разум. Давайте откроем Матфея 4 главу и посмотрим, что сказал Иисус. Ищите же прежде царство Божье и правды его, и это все приложится вам. Итак, есть путь, чтобы получить плоды царства. Есть путь, чтобы получить урожай царства. Но Иисус сказал, что если у нас будет возможность, мы должны будем поступить так, как сказано в 17 стихе. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Расширенный перевод говорит, «С того времени Иисус начал проповедовать, взывая, покайтесь, измените свой разум к лучшему, исправьте свой путь и раскайтесь в прошлых грехах, ибо приблизилось Царство Божье». Покаяться — это не означает просто сказать «прости». Покаяться — значит получить новые мысли и новое мышление. «У меня новый разум». Какой разум? Разум, который действует в согласии со Словом. Мышление, которое действует в согласии со Словом. Иисус пришел и сказал, что приблизилось Царство Божье. Божье правление приблизилось. Божья система приблизилась. Царство Божье имеет Царя. И в нем есть власть. Мы должны понимать, что там есть правительство, есть путь. И мы должны обновлять свой разум в согласии со Словом Божьим. Для того, чтобы получить исцеление по Слову, понадобится мыслить в соответствии с Ним. Чтобы получить ответ на молитву, у вас должно быть мышление Царства. Что такое мышление Царства? Это мышление, соответственное Слову Божьему. Это когда вы берете свое мышление и ставите на Него Слово, и Слово обновляет ваше мышление. Обновление разума – это обмен ваших идей, мыслей и убеждений на Слово и его идеи, мысли и убеждения. Когда вы поступаете так, вы достигаете мышления Царства, которое необходимо для того, чтобы приносить плоды для Царства Божьего. Если кто-то поступает с вами плохо, вам становится больно. На это Библия говорит «побеждай зло добром». Почему? Потому что вы пожнете плоды, если будете побеждать зло добром. Мир говорит «дай им сдачу». Ударь в ответ. Отреагируй эмоционально. Но если вы поступаете так, вы не пожнете плодов для Царства Божьего. Давайте откроем Марка, 4 главу. Мы уже были здесь. А потом мы поговорим о всех тех ресурсах, которые доступны нам, когда мы живем в Царстве Божьем. Мы христиане. Мы больше не должны полагаться на мирскую систему. Мирская система, дамы и господа, подводит... 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 И что вы думаете делать? Что вы думаете делать? Я предупреждаю вас. Предупреждаю вас. Предупреждаю вас. Что когда упадет мирская система, вам останется полагаться на Царство Божье? Вот почему важно, чтобы вы услышали то, что мы с Таффи приготовили в этом цикле проповедей. Она позвонила мне из Нью-Йорка и сказала, что сегодня был самый большой призыв к покаянию, который она только видела. Потому что люди хотят жить по принципам Царства. Для того, чтобы действовать в мире, вы должны подходить под множество стандартов. Но в Царстве вам нужно лишь обновление мышления. Вы можете пожинать плоды для Царства без мирских стандартов. Аллилуйя! Вы понимаете, что я говорю? Я знаю, что у некоторых есть проблемы, потому что вы пытаетесь показать себя и там, и там, и вам нигде не удается. Хотя как сказать нигде? Некоторые люди поднимались и говорили, «Я буду стоять на Божьем Слове, я буду воспитывать детей в согласии с Божьим Словом». «Я углублюсь в это Слово, я буду поступать по Слову, до такой степени не смогу поступать иначе». И тогда они начинают пожинать плоды для Царства Божьего и жить для Него, потому что на Него они и тратят все свое время. Вы позволяете какому-то старому хитрецу приходить и переубеждать вас. «Нет, тебе нужно еще это и вот это». Знаешь, Бог помогает тем, кто помогает сам себе. Такого нет в Библии. Такого нет в Библии. Интересно то, что все это также ведет к падению, потому что сейчас есть люди с научными степенями, которые сидят без денег и без работы и страдают из-за того, что их система больше не работает. У нас больше выпускников колледжей, чем рабочих мест. И что с этим делать? Я не против образования. Вы живете на земле и должны знать, как действовать. Но я говорю, что вы больше не можете игнорировать Божье Слово и отдавать предпочтение путям мира. Вы предпочитаете пути мира и при этом принижаете Божий путь жизни. Если у вас есть проблемы, то вы должны открыть глаза и посмотреть на людей, посмотреть, кто будет впереди в эти последние дни. Впереди будут люди царства. В то время, как вы говорите на французском или латыни, люди царства будут говорить на иных языках, и они будут впереди. И этому нельзя научить в колледже. Позвольте мне продолжить. Я предупреждаю вас, предупреждаю. В Марка 4 главе 23 стихе Иисус говорит следующие слова. «Если кто имеет уши слышать, да слышит». И сказал им, «Замечайте, что слышите, какую меру умерите, такую отмерено будет вам и прибавлено будет вам, слушающим». Послушайте, что говорит Иисус. И что об этом сказано в расширенном переводе. И Он сказал им, «Будьте внимательны в том, что слушаете. Та мера мыслей и знаний, которые вы уделяете истине, что слышите, будет той мерой добродетели и знаний, которая вернется к вам. И более того, будет дано тем, кто слушает». Иисус продолжает в 25 стихе. «Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». И сказал, «Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю». «И спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва, и сказал, «Чему подобен Царство Божие?» или «Какую притчу изобразим его?» Теперь он говорит о том, как же нам понять в этом мире пути Царства Божьего, чтобы увидеть их. И он говорит, «Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут окрываться птицы небесные». И таковыми многими притчами проповедовал им Слово, сколько они могли слышать. Иисус продолжает говорить, и далее мы слышим от Него, «Давайте переправимся на ту сторону». Они сели в лодку и поплыли на другую сторону. И тут поднялась буря, а Иисус спал в лодке. Начал идти дождь, и поднялся ветер. Представляю, как начал греметь гром, и сверкали молнии. Страх наполнил их сердца. И когда страх наполнил их сердца, они сказали, «Нужно пойти разбудить Иисуса». Почему Он спит? Мы погибаем, нам конец. Мы все умрем. Иисус проснулся и сказал, «Как у вас нет веры? Я же сказал, «Давайте переправимся на ту сторону». Они посмотрели на Него, и подумали, «В чем дело?» Что это за человек? Иисус встал, сказал слово, «И ветер утих, и море успокоилось». И ученики сказали, «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются Ему?» Обратите внимание на то, что сделал Иисус. Он учил, как действовать в царстве. Они должны были вместо страха принять мир. Но вместо этого они поддались страху, и мир они не обрели. Почему все ученики бодрствовали, и только Иисус решил поспать и спал во время шторма? Итак, давайте поговорим об этом. Во-первых, мы видим два случая, когда Иисус начинает проводить примеры, чтобы показать нам о жизни в царстве. Библия говорит об этом в предыдущем стихе этой же главы. Он сказал, «Сеятель сеет слово». Он сравнивает царство Божье с горчичным зерном. Это очень маленькое зерно, дамы и господа. Увидев его, вы бы подумали, «Да что из него может вырасти?» Он сравнивает его с горчичным зерном, которое садят, о котором заботятся и которое приносит плод. Те вещи, которые мы хотим пожать, появляются сначала в виде маленьких зерен. Слово Божье называется нетленным зерном. Нетленное в том значении, что оно никогда не подведет. Оно всегда работает, всегда приносит плод. Иисус хочет сказать христианам, что если появляется нужда, нужно сеять семя, не деньги, Слово Божье. Если у вас есть нужда, возьмите Слово Божье в качестве семени. Не имеет значения, что происходит в вашей жизни. Вы можете быть больны, без работы, испытывать недостаток. Возьмите свою симфонию и найдите обетование в Слове. Именно это и есть ваше горчичное зерно. Ясно? Вы должны начать со Слова. Каждый ответ в вашей жизни начинается со Слова. Каждое решение начинается со Слова. Каждое исцеление начинается со Слова. Каждое избавление начинается со Слова. Ответы на нужды начинаются со Слов. Примирение детей начинается со Слова. Восстановление брака начинается со Слова. Новая работа начинается со Слова. Все начинается со Слова. Вначале было Слово. И поэтому, если мы, христиане, не начинаем решать проблемы, искать победу или ответы со Слова, Мы действуем против Царства. Мы должны начать со Слова Божьего. Найдите обетование, которое есть в нем. Кто-то скажет, а я никогда не читал Библию. Знаете, вы можете взять симфонию и найти обетование. Например, я болен. Что мне нужно? Исцеление. Возьмите и найдите места об исцелении в Библии и читайте их, пока не найдете два или три из них, которые соответствуют вашему случаю. Тогда вы получите семя, которое сможете посадить в своей жизни. Теперь я понимаю, почему Библия предупреждает нас олени. Ведь если вы не хотите делать этого, религия скажет вам, приходите в церковь, покричите, попрыгайте, скажите «Аллилуйя», и все будет в порядке. Возможно, вам даже удастся отвлечься на мгновение, но когда вы уйдете из церкви без семени, вы все равно вернетесь к старому, а в церкви будете просто приходить за очередной дозой адреналина. Вы будете духовным наркоманом. Вам хорошо, и вы кайфуете. Это невероятно, я проповедую о наркоманах. Вам хорошо, когда вы кайфуете, но когда кайф проходит, вы возвращаетесь к прежнему, и тогда вас пробивает на поесть. Ситуация останется прежней. Ничего не изменится. Такое ощущение, что христиане приходят в церковь, чтобы покайфовать, но уходя без слова, на свою жизнь, без семени, и ожидают каких-то перемен, ничего не изменится. С какой стати? Вы не сделали ничего, чтобы пришли перемены. Библия говорит, что вы должны преобразоваться обновлением ума вашего, чтобы измениться. Преобразоваться, и значит измениться. Изменитесь обновлением ума вашего. Вам нужно взять слово. Вам нужно взять слово. Нет, сегодня вы не будете бегать по молитвенному дому. Возьмете слово. Возьмете слово. В первую очередь, вы должны взять Библию. Слово Божие, ваша Библия, это ваш мешок с зерном Это ваш мешок с зерном Вы должны посадить его И не нужно долго ждать, чтобы посадить его Садите Слово Божие, исполняйте его Библия говорит, чтобы мы хранили Слово у себя в сердце Посадите это Слово Он сказал, что это Слово в вашем сердце Он говорит, что вложит Слово в наши сердца Божий, я посеял в сердце, чтобы не грешить против Грех, это результат того, что в вашем сердце нет Слова Если в вашем сердце будет достаточно Слова Вы сможете преодолеть все, что угодно Я говорю, что если в вашем сердце будет достаточно Слова Вы сможете преодолеть все, что угодно Я говорю, я говорю, что если в вашем сердце будет достаточно слова, вы сможете преодолеть все, что угодно. Проблема в том, что мы на протяжении многих лет хотели быть христианами без слова. Вы можете родиться свыше, можете быть христианином, но вы будете жить в поражении на этой земле. Иисус говорит, что для Царства Божьего нужно семя, которое нужно посадить в землю вашего сердца. Это не значит, что вы должны вырвать страницы из Библии и копать у себя яму во дворе. Это не то, о чем Он говорит. Единственная земля, которая может позаботиться о семени, это ваше сердце. Вы сеете в свое сердце через врата глаз, ушей и уст, пройдя через них. Семя оказывается в вашем сердце. И если вы будете заботиться о нем и следить за тем, чтобы ничто ему не мешало, то Библия говорит, что оно вырастет и раскинет ветви. Оно вырастет, оно поднимется в вашей жизни, оно явится в вашей жизни. Горчичное зерно в итоге принесет большой урожай. Маленькое зерно, которое представляло собой маленький стих Писания, чернильное пятнышко на странице. Аллилуйя, зерно, когда будет посажено в ваше сердце, в итоге превратится в физическое проявление урожая, которое станет частью вашей жизни, если вы будете знать, как найти его. Это Божий путь. И ищите прежде Божьих путей. Вот как Бог делает свои дела. Он никогда не делает ничего на этой земле без слова. Слово должно идти первым. Он никогда не будет делать ничего без слова. Библия говорит, что он не будет ничего делать, если его пророки не будут знать об этом через слово. Бог всегда действует через слово. Слово, слово. Ваша Библия. Это оружие массового поражения. Вы можете уничтожать болезни. Вы можете уничтожать болезни. Уничтожать немощи. Уничтожать нехватку. Но мне нужно убедить вас в том, что вы имеете эту силу. Силу, сокрытую в том, что у вас есть. То, что есть у вас, это не просто книга. То, что есть у вас, это слово, которое вышло из уст Творца Небес и Земли. У вас есть Слово Божие. И когда вы начинаете смотреть на Него так, вы начинаете пользоваться им. Но пока вы не взглянете на Него, как на оружие, как на семя, ваше отношение будет таким. У меня нет времени на это. Бог действует через слово, для того, чтобы воплотить свои замыслы. Многие христиане до сих пор поступают по-мирски. Когда мирские пути начинают рушиться, это влияет на ваш дом. Потому что вы не понимаете, как действовать по-христиански, по-божьи. Я пытаюсь убедить вас, перестаньте увлекаться неверными путями к достижению цели. Чтобы получить результат, начните делать то, что нужно. Я был на кухне и сам все готовил. Это работает. Но я хочу, чтобы вы сами пошли на кухню. Потому что, когда я впервые сделал пирог, он не был хорошим. Моя мама сказала, «Ты недостаточно положил того и этого». Мой пирог выглядел хорошо, но когда я вытащил его из духовки, он начал разваливаться, и я не знал, что с ним происходит. Я попробовал его, и он был как вода. У меня ничего не вышло. Мне нужна была практика. Адвокат должен иметь практику в законе. Доктор должен иметь практику в медицине. Вы доверяете ему, потому что он практикует. Вы доверяете, а он практикуется на вас. Он практикуется на вас. Адвокат практикуется на вас. А вы не практикуетесь в слове. Давайте практиковаться в слове. Почему? Потому что вам нужно действовать, действовать, действовать Пока вы не будете знать, какие ошибки вы совершаете Вы сможете исправить их и начать действовать так, как нужно Я принял свое решение Мой дом не будет жить под влиянием мирских систем Он не будет затронут ими Он не будет затронут ими Я живу по Царству Божьему Если инфляция поднимется на самый высокий уровень в мире То меня не будет это волновать, потому что я живу в Царстве Я, о чем бы ни кричала инфляция, а она за пределами Царства Я принимаю решение Не нужно ждать, когда придет война, чтобы искать оружие Когда вы видите, что что-то движется Вы должны быть как сыновья Иссахара Вы должны знать времена Вы должны знать, что сейчас за время Я стараюсь пробудить вас, чтобы вы поняли, какое сейчас время Настало время одеть все оружие Божье Одеть шлем спасения, броню праведности Мы готовимся к войне А вы сидите и пытаетесь понять, что к чему Я говорю вам, что скоро произойдет Иисус скоро вернется Он готов явиться в силе У вас было достаточно времени, чтобы сделать все, что вы хотели Заниматься всякой ерундой Все, я призываю вас привести свой дом в порядок Переведите свою жизнь в порядок Приведите свой брак в порядок Приведите отношения с ближними в порядок Приведите своих детей, свои финансы в порядок Пусть дьявол знает, что мы готовы Давай, давай, вернись в свою молитвенную комнату Вы не говорите «Аминь», потому что вы перестали молиться Вернитесь в свою молитвенную комнату Начните вставать утром, когда звонит будильник Только прозвонил будильник сразу же Вернитесь к тому времени, когда ваш день не был нормальным Если вы не помолились в Духе Святом Изменить мир – непростая задача Но все возможно с помощью любви и добрых дел Благодаря вам мы распространяем благую весть Иисуса Христа по всему миру Спасибо, что продолжаете хранить веру Слово Божие Ваша Библия – это ваш мешок с зерном Это ваш мешок с зерном Вы должны посадить его И не нужно долго ждать, чтобы посадить его Садите Слово Божие, исполняйте его Библия говорит, чтобы мы хранили Слово у себя в сердце Посадите это Слово Он сказал, что это Слово в вашем сердце Он говорит, что вложит Слово в наши сердца Боже, я посеял в сердце, чтобы не грешить против Грех – это результат того, что в вашем сердце нет Слова Если в вашем сердце будет достаточно Слова Вы сможете преодолеть все, что угодно Я говорю, что если в вашем сердце будет достаточно Слова Вы сможете преодолеть все, что угодно Я говорю, я говорю, что если в вашем сердце будет достаточно Слова Вы сможете преодолеть все, что угодно Проблема в том, что мы на протяжении многих лет хотели быть христианами без Слова Вы можете родиться свыше, можете быть христианином Но вы будете жить в поражении на этой земле Иисус говорит, что для Царства Божьего нужно семя Которое нужно посадить в землю вашего сердца Это не значит, что вы должны вырвать страницы из Библии И копать у себя яму во дворе Это не то, о чем он говорит Единственная земля, которая может позаботиться о семени Это ваше сердце Вы сеете в свое сердце через врата глаз, ушей и уст Пройдя через них Семя оказывается в вашем сердце И если вы будете заботиться о нем И следить за тем, чтобы ничто ему не мешало То Библия говорит, что оно вырастет и раскинет ветви Оно вырастет, оно поднимется в вашей жизни Оно явится в вашей жизни Горчичное зерно в итоге принесет большой урожай Маленькое зерно, которое представляло собой маленький стих Писания Чернильное пятнышко на странице Аллилуйя! Зерно, когда будет посажено в ваше сердце В итоге превратится в физическое проявление урожая Который станет частью вашей жизни Если вы будете знать, как найти его Это Божий путь И ищите прежде Божьих путей Вот как Бог делает свои дела Он никогда не делает ничего на этой земле без слова Слово должно идти первым Он никогда не будет делать ничего без слова Библия говорит, что он не будет ничего делать, если его пророки не будут знать об этом через слово Бог всегда действует через слово Слово, слово, ваше Библия Это оружие массового поражения Вы можете уничтожать болезни Вы можете уничтожать болезни Уничтожать немощи Уничтожать нехватку Но мне нужно убедить вас в том, что вы имеете эту силу Силу, сокрытую в том, что у вас есть То, что есть у вас, это не просто книга То, что есть у вас, это слово, которое вышло из уст Творца Небес и Земли У вас есть Слово Божие И когда вы начинаете смотреть на Него так, вы начинаете пользоваться им Но пока вы не взглянете на Него, как на оружие Как на семя Ваше отношение будет таким У меня нет времени на это Бог действует через слово Для того, чтобы воплотить свои замыслы Многие христиане до сих пор поступают по-мирски Когда мирские пути начинают рушиться Это влияет на ваш дом Потому что вы не понимаете, как действовать по-христиански, по-божьи Я пытаюсь убедить вас Перестаньте увлекаться неверными путями к достижению цели Чтобы получить результат, начните делать то, что нужно Я был на кухне и сам все готовил Это работает Но я хочу, чтобы вы сами пошли на кухню Потому что когда я впервые сделал пирог Он не был хорошим Моя мама сказала Ты недостаточно положил того и этого Мой пирог выглядел хорошо Но когда я вытащил его из духовки Он начал разваливаться И я не знал, что с ним происходит Я попробовал его И он был как вода У меня ничего не вышло Мне нужна была практика Адвокат должен иметь практику в законе Доктор должен иметь практику в медицине Вы доверяете ему, потому что он практикует Вы доверяете, а он практикуется на вас Он практикуется на вас Адвокат практикуется на вас А вы не практикуетесь в слове Давайте практиковаться в слове Почему? Потому что вам нужно действовать, действовать, действовать Пока вы не будете знать, какие ошибки вы совершаете Вы сможете исправить их и начать действовать так, как нужно Я принял свое решение Мой дом не будет жить под влиянием мирских систем Он не будет затронут ими Он не будет затронут ими Я живу по Царству Божьему Если инфляция поднимется на самый высокий уровень в мире То меня не будет это волновать, потому что я живу в Царстве Я о чем бы ни кричала инфляция, а она за пределами Царства Я принимаю решение Не нужно ждать, когда придет война, чтобы искать оружие Когда вы видите, что что-то движется Вы должны быть как сыновья Иссахара Вы должны знать времена Вы должны знать, что сейчас за время Я стараюсь пробудить вас, чтобы вы поняли, какое сейчас время Настало время одеть все оружие Божье Одеть шлем спасения, броню праведности Мы готовимся к войне А вы сидите и пытаетесь понять, что к чему Я говорю вам, что скоро произойдет Иисус скоро вернется Он готов явиться в силе У вас было достаточно времени, чтобы сделать все, что вы хотели Заниматься всякой ерундой Все, я призываю вас привести свой дом в порядок Приведите свою жизнь в порядок Приведите свой брак в порядок Приведите отношения с ближними в порядок Приведите своих детей, свои финансы в порядок Пусть дьявол знает, что мы готовы Давай, давай, вернись в свою молитвенную комнату Вы не говорите аминь, потому что вы перестали молиться Вернитесь в свою молитвенную комнату Начните вставать утром, когда звонит будильник Только прозвонил будильник сразу же Вернитесь к тому времени, когда ваш день не был нормальным Если вы не помолились в Духе Святом Вернитесь к временам, когда вы чувствовали дискомфорт Если не проводили времени в чтении Писания и размышлении над ним Начните вести себя как христиане Аллилуйя Перестаньте бояться того, что скажут о вас люди Бог не призвал вас быть политкорректными Он призвал вас быть святыми и сильными Обудритесь Давайте Должны быть в этой церкви люди, которым надоело быть больными и уставшими Должны быть в этом доме Божьим люди Которые готовы царствовать в силе Царствовать в славе И показывать людям, что наш Бог жив Аллилуйя Когда христианин заходит в магазин Каждый бес должен вздрогнуть Им должно стать некомфортно в вашем присутствии Однажды был такой случай Я зашел в один магазин Просто сел и сижу Моя жена смотрела товары А я просто сидел и вдруг стала заходить толпа народу Хозяин магазина подходит ко мне и говорит Вы можете остаться здесь и посидеть еще некоторое время? Я спросил, а зачем? Он говорит Да, в мой магазин никогда не заходило столько народу Но когда вы пришли Я говорю Хорошо, я останусь А какая у меня будет зарплата? Он говорит Хи-хи-хи-хи Я говорю Раз хи-хи-хи Тогда я пошел Жизнь в Царстве Божьем Это реальность А теперь давайте прочтем Писание И посмотрим, что говорит о жизни в Царстве Слово Божие Начнем с 4 главы 1 послания Коринфянам Сатана всегда В 4 главе Евангелия от Марка сказано Что сатана крадет Слово И также приходят гонения и скорби Из этого ясно Что как только вы становитесь серьезным Утверждаетесь на Слове Действуете согласно Слову И путям Божьего Царства Тогда появляются скорби и гонения Для чего? Для того, чтобы попытаться отнять у вас урожай Дьявол попробует лишить вас урожая Почему? Потому что он не хочет, чтобы свидетельство о силе Божией было распространено Итак, помните Помните вот что Как только вы начнете жить согласно путям Царства Не удивляйтесь, что к вам придут скорби и гонения Я имею в виду, что в жизни сразу же начнут происходить всякие вещи И вы спрашиваете Да в чем дело? Начинают происходить всякие вещи Сегодня утром я встал А холодильник нараспашку Он был открытым всю ночь Знаете, я только что помолился И где-то там, на небесах Я просто летаю Захожу на кухню, свет горит Холодильник открыт Я начинаю думать Кто это мог не закрыть дверь холодильника? А холодильник нагрелся И кусок пирога, который я хотел съесть Уже стал несъедобным У меня начинается внутренняя борьба Кто оставил дверь открытой? Я знаю, что это кто-то из детей И вообще, как можно оставить дверь открытой? Мой любимый пирог испортился Вот такие вещи могут отвлекать вас от хождения по пути царства И знаете, что я сказал себе? Что я учусь быть спокойным Учусь ничем не возмущаться и не гневаться Я сказал себе Это просто незакрытая дверь Просто незакрытая дверь Ничего страшного, если это произойдет еще раз Знаете, вам надо говорить с собой именно таким образом Потому что если вы не будете этого делать Тогда какое-то неприятное событие Погубит в вас семя Слова Божьего И вы будете ходить в огорчении весь день Я думаю о том, кто оставил дверь незакрытой Я хотел позвонить Таффи и сказать А ты знаешь, что произошло? Но я уже знаю, что она скажет Ты хочешь сказать, что ты позвонил мне Из-за какой-то незакрытой двери? Ну так закрой ее и расслабься Мы должны быть готовыми к тому Что подобные вещи будут случаться в нашей жизни Вы спросите Почему такое происходит в моей жизни? Потому что внутри себя Вы над чем-то работаете Повернитесь к своему соседу и скажите Есть над чем работать А дьявол не хочет, чтобы вы шли туда Он не хочет, чтобы вы достигли цели Поэтому он делает все возможное Чтобы отвлекать и раздражать вас Давайте я вам приведу определение слова «отвлечение» Слово «отвлечение» определяется так Это вторжение в разум с целью вызвать замешательство А там, где неустройство и всякое зло Где ссоры и зависть и все подобное Это все происходит для того, чтобы заглушить слово И остановить процесс его роста Когда вы поете, воздаете хвалу Господу Молитесь на языках И общаетесь с Иисусом Один случай может все это остановить Хватит, я не хочу слышать никакой хвалы Теперь уже хвала действует вам на нервы Нет подобного тебе Выключите Выключите это Мне это действует на нервы Повернитесь к соседу и скажите Не про вас ли он говорит? Давайте будем питать себя словом Мы готовы Ну что, дьявол, мы готовы? Давай, попробуй нас отвлечь Лучше тебя попробовать их на ком-то другом Мы понимаем твои методы Давай, мы ждем, давай У тебя ничего не выйдет Давайте прочтем 20 стих 4 главы 1 послания Коринфянам Готовы? Читаем Ибо Царство Божие не в слове, а в силе В расширенной версии говорится Ибо Царство Божие состоит и основывается Не на разговорах, не на разговорах, но жизнь в силе Не просто слова, но жизнь в силе Божией Царство Божие не просто слова, но жизнь в силе Иначе говоря, вы живете в силе Божьей И вы способны получать результаты Вы живете в силе и способны побеждать Что делает помазание? Дает способность достигать победы без тяжелых усилий Способность побеждать Итак, Царство Божие Это не просто слова и разговоры Царство Божие это победа и достижение результатов Это жизнь в силе Аллилуйя Это жизнь в силе Божьей Не просто слова, а жизнь в силе Божьей Так говорит Бог Он хочет, чтобы вы начали жить в Его силе Вам надо начать жить в силе Божьей Некоторые из нас ошибочно думали Что сила Божья проявляется только во время молитвы за людей Нет, нам необходимо постоянно жить в силе Божьей Когда все в нашей жизни происходит по Его слову и Его силой Надо поступать так, как должно христианам А теперь откройте 14 главу послания к римлянам Когда мы учимся жить по слову Божьему Нам, приходя в церковь, надо понимать, что мы учимся Сейчас не время развлечения Мы учимся Мы пришли, чтобы услышать слово от Бога Знаете, проповедник начинает говорить И, как я надеюсь, сможет достаточно мобилизовать вас Чтобы вы услышали слова от Духа Божьего И добились духовного прорыва Послание к римлянам 14 глава, 17 стих Ибо царствие Божье не пища и питье Но праведность и мир и радость во Святом Духе Прочитаем из расширенной версии В конечном итоге, царство Божье не в том, чтобы иметь пищу и питье По своему вкусу Но это праведность Состояние, делающее человека угодным Богу И в сердце которого мир и радость во Святом Духе Что говорит апостол? Он говорит, что царство Божье — это жизнь в мире В радости и в благости Царство Божье — не пища и питье Царство Божье производит жизнь в мире Жизнь в благости Жизнь в гармонии и радости Вам незачем бояться жить жизнью Царства Цель Царства Божьего — дать вам уверенность в том, что вы Вы, узнав, как действовать и жить в Царстве Божьем Получите такие результаты Радость, мир, благость, жизнь в мире Радости и благости — это и есть Царство Божье Кто из вас заинтересован в этом? Аминь? Но смотрите, что он говорит дальше Всегда придется платить цену Откройте 14 главу книги Деяний Вам надо понимать Бог не создает вам трудностей в том, чтобы вы получили урожай в Царстве Божьем Пожалуйста, посадите небольшое семя Иисус просит, что-нибудь посей, хоть что-нибудь Книга Деяний, 14 глава, 22 стих Прочитаем Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и получая Что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божье Через многие трудности и скорби надлежит нам войти в Царство Божье Вы помните о том, что сказано в 4 главе Евангелия от Марка Когда вы принимаете решение жить по системе Царства Божьего Вы принимаете Слово Божье Вкладываете его в свои уста Слушаете его Размышляете над ним Проводите значительное время в Слове Божьем И это Слово проникает в ваше сердце И проявляется в вашей жизни Оно растет в вас Тогда Сатане Надо что-то предпринимать Вот что он тогда говорит Мне надо приносить тебе бедствия Мне надо приносить тебе проблемы Сатана тут же приходит, чтобы украсть Слово Писание ясно говорит, что вам придется пройти через многие скорби Но знаете, что мы сделали? Мы позволили, чтобы многие скорби остановили нас Что-то случается, и это событие заставляет вас прекратить то, что вы должны делать Посмотрите на собственную жизнь Посмотрите на свою жизнь Я имею в виду, что даже сегодня вам надо принять решение Вот как я буду жить Я буду ходить согласно путям Царства Всегда будет приходить что-то, что попытается остановить ваше движение к цели У Павла было откровение об этом Он сказал Я стремлюсь Пробиваюсь к цели Он сказал Что на его пути к цели Было противодействие Стремлюсь Пробиваюсь к цели К почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе До этого Павел сказал Я не почитаю себя достигшим Он говорит Я еще не сделал всего так, как должно было сделать А только забывая заднее И простираясь вперед Стремлюсь к цели То есть То, что позади меня, мое прошлое Пытается стать у меня на пути И поэтому я должен знать, как реагировать на скорби Я должен знать, как мне реагировать на бедствие Я должен знать, как мне реагировать, когда в моей жизни Происходят неприятные, болезненные, разочаровывающие события И когда все это со мной происходит Я должен знать, что самое лучшее По ту сторону скорби И это скорбь Пытается остановить меня на пути к лучшему О, я остановился 30 лет назад Из-за того, что мне сказали Это должно привлечь ваше внимание В жизни каждого из нас происходили такие события И если бы мы не пробивались через них Тогда мы бы никогда не смогли наслаждаться тем, что имеем сейчас Почему? Почему? Почему дьявол так сильно старается отвлечь вас от Слова Божьего? Почему? Почему? Сомнения, вот все, чего он хочет Он старается заставить вас сомневаться Кто-то спросит В чем сила дьявола? Он получит силу, если заставит вас сомневаться и колебаться в вере Вы что думаете, что стоит вам сказать? Ну, я верю Верю И дьявол постелит перед вами ковровую дорожку Думаете, вы сказали Ну, я верю И все? Вы знаете Ваша вера будет испытана Все, во что вы верите Все убеждения Которых вы придерживаетесь Все это дьявол попытается остановить Скорбь Не должна стать для вас причиной остановки Вам надо пройти через нее На пути к цели Скажите, я пройду через скорбь Повернитесь в другую сторону и скажите, я пройду через скорбь Мне все равно, что будет делать этот мир Я принял решение, и я не сверну с пути Я иду вместе с моим Иисусом Вы понимаете? Я должен пройти весь путь Я начал бежать И я должен добежать до конца Мы христиане Мы не боимся скорбей Мне интересно, какой вы христианин Я могу гарантировать Что большую часть времени Вы христианин Который хвалится Богом И говорит, что у Него нет никаких скорбей Потому что вы живете в царстве И дьявол не сможет остановить вас Какое вас ожидает празднование Веселье И слезы радости Когда вы пройдете через скорбь О, аллилуйя Я обязательно пройду через нее с честью Повернитесь к соседу и скажите, я пройду Вот это и беспокоит дьявола У вас скорбь А вы разговариваете так, будто вас ничего не тревожит У вас болезнь А вы говорите, о, хвала Господу Я принимаю исцеление Спасибо тебе, Иисус За мое исцеление У вас плохое самочувствие А вы говорите, о, аллилуйя Я исцелен И у вас достаточно решимости Чтобы петь пророческую песню Я исцелен Это вызывает у дьявола замешательство Он созывает своих демонов и спрашивает Разве вы не навели на него болезнь? Почему же он так себя ведет? Так мы и поступаем Мы, люди веры Мы движимы не скорбью А Словом Божьим Семя Слова В нашем сердце Иисус сказал Переправимся на другую сторону Так что, дьявол Давай бурю Давай ветер Я пройду через это Я хожу верой, а не видением И сие есть победа, победившая мир Вера наша Царство Божье Оно не будет действовать для вас Пока вы не будете ходить верой Оно не будет для вас действовать Пока вы не начнете называть Несуществующее как существующее Оно не будет для вас действовать Пока вы не будете верить Что получили еще не увидев Пока вы не почувствуете себя здоровым Посреди боли Посреди отсутствия здоровья И всяких там прочих симптомов Но если вы будете вести себя так Будто вы уже здоровы Дьявол будет в замешательстве Властью Иисуса Властью Которую Он дал мне Я никому не позволю в эти времена Терпеть поражение Необходимо, чтобы мир увидел Силу нашего Господа Действующей через нашу жизнь Вы слышите меня? И они увидят это через то, что мы способны совершить По вере По вере Так что возьмите свою веру Сотрите с нее пыль и скажите Даже в слезах я буду говорить Так сказано в слове Слово говорит, я исцелен А врач говорит, что я скоро умру Я верю Слову Божьему Я буду поступать по Слову Да, я буду рад Ты делаешь это, Иисус Ты просто говоришь, и происходят чудеса Люди, страдающие от инфекционных болезней Легких У кого проблемы с дыханием Вам поставили диагноз У вас болезнь легких Подойдите сюда Иисус исцелит вас Не сидите там и не хлопайте Прямо сейчас идите сюда Откликнитесь сейчас Вы будете исцелены Вы будете исцелены Болезни дыхания Кто-то спросит, что происходит Когда проповедуется Слово Божье Иногда Бог делает рекламу Чтобы всем было понятно, что дело обстоит не так Поговорили и разошлись Исцеление легких уже началось Люди здесь И Бог действует Он уже это делает Огонь Божий здесь Исцеление не займет много времени Все, что мне надо сделать Возложить руки Пусть все станут в линию Не становятся друг за другом Аллилуйя, слава Богу Эти люди не смогли получить исцеление от врачей Но сегодня они получат исцеление по Слову Божьему О, я чувствую помазание Святого Духа О, я чувствую помазание Святого Духа